Ай, яу, привет всем! Не будет никаких проблем, потому что у нас в гостях КПТМ! Зачок, зачок! Ребят, рады вас видеть. У нас всегда первый традиционный вопрос. Как вам у нас в студии вообще, как атмосфера, как себя чувствуете? Это твой традиционный вопрос. Это мой. Ты же, ты не знаешь, что спрашивать, по-любому. Как зембра, только красный. А оно может меняться, кстати. Пеходелический эффект. Ладно, давайте переходим к сути. Я как девушка всегда захожу к главному. Вы были участниками коллектива Quest Pistols. Сейчас приставка шоу. Вы общаетесь с ребятами из группы? С бампером, с домом. Начнем с главного. На самом деле, это не такая интересная тема. Да, мы общаемся, но это не какое-то общение по работе, творчеству. Никаких близких связей. Хорошо, тогда такой вопрос. Вы охарактеризовали свой стиль музыки как хайп-поп. Вот просто интересно. Да, можете что-то еще назвать? Ну, в этом стиле кто-то еще работает, так что понятно зрителям было. Или, например, вот сидит 16-летняя ваша поклонница. Вот поп, она понимает, что такое хайп. Мы специально завуалировали. Да, это слово может значить что угодно. И потому что мы находимся в поиске, мы получаем множество сейчас предложений от продюсеров, от каких-то просто каких-то ребят, которых никто не знает, которые пишут песни. И наш стиль, он кристаллизуется. То есть мы сейчас как раз в процессе создания какого-то хит-сингла, который... то есть те песни, которые уже представлены, не являются тем стилем... Мерилом, да? Да, Мерилом стиля нашего, который мы хотели бы... Как бы мы даже называем это не клипы, а ролики. То есть сейчас мы готовим наш как бы хит-сингл и наш первый, скажем так, клип. Вы как настоящая гангстер, не снимаете клипы, а вы просто прикалываете. Кстати, сейчас на самом деле смешание такой стилей, что непонятно. Вот следующая видеоработа, это Фаррел Уильямс, и тут мне уже непонятно. Человек, который постоянно прикалывает. Соул в чистом виде, или поп, или фанк, или что. Давайте посмотрим, а мы с ребятами обсудим, что это за стиль. Опачки, опачки, у нас есть походу звоночек. Наш номер 205-44-88. У нас в гостях группа КБДМ. КБДМ, 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 как скороговорку можно потренировать. И вы, и говорите. Ребята, пока нет звонка, у нас есть вопрос в Твиттере. Почему именно такое название? Что это значит КБДМ? Что еще? Вам сколько? Я сейчас скажу точно. Костя, да? Отдай букву К. Костя, Костя, да? Да, это означает knowledge-based decision-making, например, что угодно. Но более прозаично, конечно, это наша аббревиатура, наши имены, фамилии Константин Боровский, Данил Мацичев. Ребят, вы, вас называют иногда поющие дизайнеры. Вот вы выпустили линию одежды, в которой вы, да? Я так поняла, вы... Да, конечно. Это подарочек? Да, это подарочек. Ой-ой-ой. Это подарочек-то что у тебя на голове? Или, может, тот подарочек, который у меня на голове. Еще ничего не определить. Сейчас будет возможность. Он пахнет тобой, поэтому я его забираю. Сейчас будет возможность у дозвонившегося нам выиграть вот этот подарочек. Хотя хочу его я, но ладно, мы дарим. У нас есть звоночек, нам говорят. Алло. Алло. Похоже, диджей премьер нам звонит. Алло, я звоню вам со студии. Скажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Скажите, как вас зовут и задавайте вопрос. Что? Алло, братки. Как оно там вообще? Как вас зовут? Меня зовут Сережа. Я хотела бы вас поинтересоваться. А Лагунова в клипе будет участвовать или нет? Лагунова это я. Это... В следующем клипе вашем. Спасибо вам большое, дорогие дозвонившиеся за то, что вы так аккуратненько подвели, очень тонко подвели к главному. Это, кстати, классный вопрос и хорошая идея, потому что никто не видел, но пока зрители смотрели клип, Тверг был отменный. Да? Да, я... Ты шел, подумаешь. Но наш зритель внимательно слушал предыдущее интервью, где было сказано, что это не клипы, а ролики. У нас вопрос был о шмоточках, кстати. Подожди, Сережка, вы получаете конфетку от меня за то, что там, ну, затерли как надпись. Привет! Класс, отличный вопрос. Так вот насчет одежды. Что больше приносит удовольствие и денег? Как это совмещается? Или, может быть, что-то отнимает больше времени? Ну, мы разрываемся между этими, как бы. Мы настолько музыкальные и модные парни, что мы порой не знаем, что лучше выпустить новую капсулу или поехать писать трек. Ну, много звезд носят вашу одежду, там, включая Киев, Собчак, Ваня Дорн, да? Ваня Дорн, Алена Водонаева. И это не полный список тех людей, которые носят. Ну, а на самом деле это не то, что какая-то запредельная одежда, то есть для продвинутого обывателя она вполне может подойти. Я уже выбрала. Теперь Сергей, вы можете купить вашу одежду. А вы им дарите или они покупают? Тем своим друзьям мы дарим, конечно. А я ваш друг? Я ваш друг? Да, привет, ребята, приходите. Вот зашли, нищегубий. А, видишь, вот столько. Нищегубий, а ты то, что умеешь. Кстати, насчет Вани Дорна, он у нас сейчас в эфире, давайте посмотрим его новый сингл «Мишка Винович». А сегодня презентация альбома «Ран Дорн», ребята, качайте. Вот, пожалуйста, Анечка, не благодари. Это поп-конвейер-шоу, у нас все хорошо, потому что в гостях реально крутые пацаны с этими, ну, вы знаете, о чем я, да, КПДМ. Ваши аплодисменты. И у нас звоночек! Алло! Алло! Сережа, это ты? Алло! Фу, фу, здравствуйте. Алло! Да, алло, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алина. Алиночка, задавайте вопрос в группе КПДМ и выигрывайте кепку, на которую я глаз положил. Ребят, привет, меня зовут Алина, я сама из города Черкидов, вот, и меня интересует, в скором времени ли вы будете выступать в Черникове или в Киеве, потому что очень хотелось бы попасть на ваше выступление. Спасибо большое, Алиночка, за вопрос. Алина, у тебя отличный вопрос, действительно, да. Мы готовим сейчас, собираем до конца свою программу для того, чтобы сделать большой перформанс. И в ближайшее время у нас планируются концерты, но не в Киеве, а в Чернигове. Поэтому следить можно за нашими обновлениями у нас на сайте, у нас вся информация подробно есть. Мы сейчас работаем над новыми треками, которые будут запускаться в течение месяца. И вот вместе с ними, как презентацию к ним, мы, может быть, сделаем какой-то ивент. И обязательно позовем тебя, Алина, туда же, на нашу супер крутую вечеринку. И параметры. Да, и плюс один, плюс один. Ребята, а может быть, концерт будет в радиусе 150 километров от Чернигово, потому что именно такое расстояние до Киева. Я думаю, что в Киеве обязательно будет какой-то лонч наш. Ну, запуск нашей капсулы одежды, которая, наверное, в начале декабря. В начале декабря. Возможно, мы устроим какую-то вечеринку, не концерт, но... Надо, надо. Что-то такое, да, чтобы размять. А Киев ко мне не достается. Мальчики, а у вас есть продюсер? Нет, у нас нет никакого продюсера, мы как бы такой self-made проект, поэтому все, что мы делаем... Вот так все это происходит. Сначала музыканты работают с продюсерами, а потом такие типа фу-фу-фу и уходят в свободный план. Насколько легко справляется весь человек, который отвечает за какие-то мелкие организационные моменты? Ну, вопрос о том, что у нас нет продюсера, он немножко... С другой стороны, на него нужно посмотреть, потому что мы выполняем функцию продюсера у себя же в проекте. У нас есть, как бы, своя некая студия, на которой мы пишемся и придумываем материал. Это продюсирование музыкальное. Мы режиссируем и снимаем, придумываем идеи сценарий клипов, вот, идеи видео, фотосессии, лукбуков. Это все тот же процесс, как бы. Тот же процесс, в принципе, просто... Мы сталкиваемся с теми же вопросами. То есть, да, все, все, как бы, те же аспекты выполняем мы сами. Никто вам, короче, голову не делает, эти продюсеры надоели, проценты берут, неряб. В фейсбуке добавите? Конечно. Четненько, да, бери? Четко. На такой веселой ночи мы с ребятками попрощаемся, зрители. Сделаем селфи сейчас. Сделаем селфи и, конечно же, посмотрим их видеоработу КБДМ. Без тебя. Без любви. Без любви, без тебя, без всего. Эй, ты яра. У-у-у.